Российский турист, спасшийся при крушении Ми-8, который ударился о воду в Кроноцком заповеднике на Камчатке, отказался покидать место катастрофы до тех пор, пока со дна Курильского озера не поднимут тела его родных. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в настоящий момент сотрудники МЧС работают с выжившим пассажиром, оказывая ему психологическую поддержку. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тело его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Также в ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии психологи приняли более 400 звонков. Обращавшиеся граждане чаще всего интересовались судьбой и состоянием конкретных людей, а также просили рассказать подробности поисковой операции. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю, добавили в пресс-службе. Ранее спасатели подняли со дна Курильского озера и доставили на берег тела шестерых человек, погибших при крушении Ми-8. Операцию по поднятию из воды тел проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов ведомства. Работы на озере продолжаются. Утром 12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» затонул после неудачной попытки приземления над Курильским озером. Уточняется, что на борту находилось 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.